Фильмы с участием Юрия Никулина широко известны как в постсоветском пространстве, так и за его пределами. Бриллиантовая рука, Операция И, Кавказская пленница, Самогонщики и многие другие картины стали настоящими шедеврами советского кинематографа, а сам Никулин занял особое место среди актеров комедийного жанра. Вас приветствует Старс Эксклюзив и сегодня мы расскажем вам о самых интересных фактах из биографии этого замечательного артиста. Юрий Никулин появился на свет в 1921 году в Смоленской области в городе Демидовик. В раннем детстве его семья переехала в Москву, где мальчик проявил свой талант и любовь к театру. Мать, Лидия Ивановна, несмотря на то, что занималась в основном семейными делами, была талантливой актрисой, а отец, Владимир Андреевич, работал журналистом и активно участвовал в творческой жизни города. Уже в пятилетнем возрасте Юра познакомился с цирковой атмосферой, которая полностью поглотила его волю и вдохновила на выбор будущей профессии. С самого начала своей школьной жизни он активно участвовал в театральных постановках, хотя его поведение и успеваемость оставляли желать лучшего, что вызывало недовольство у учителей. Вторая мировая война затронула и жизнь Юрия Никулина. Он начал свою службу в 1939 году сначала на советско-финской границе, а затем принял участие в защите Ленинграда. Получив ранения и контузию, он не сдался и продолжил свою службу до самого конца войны, за что был награжден несколькими заслуженными наградами. После войны Никулин решил осуществить свою мечту и поступил во ВГИК, но, к сожалению, его не приняли из-за невыразительного лица. Не унывая, он обратился в театральные институты, но и там ему не повезло. Однако в студии клоунады при цирке на Цветном бульваре он был принят без колебаний, что положило начало его выдающейся карьере в мире развлечений. В это же время Юра встретил свою будущую жену Татьяну, которая обучалась на дрессировщицу в Тимирязевском училище. Им произошел несчастный случай во время исполнения номера с лошадью, после чего Татьяна Покровская навестила Юрия в больнице. Из этой встречи возникла дружба, которая вскоре переросла в любовь и впоследствии они поженились, проведя вместе 47 счастливых лет. Хотя цирковая жизнь имела свои прелести, для Никулина мир кино был еще более заманчивым. Его мечта сбылась, когда он получил маленькую роль в фильме «Девушка с гитарой». Его персонаж оказался таким ярким, что на него обратили внимание, и он получил предложение сыграть главную роль балбеса в комедии «Пес Барбоса необычный кросс». Иван Гайдай, увидев игру Никулина, сказал, «Балбеса искать не нужно. Никулин – идеальный выбор». Чаще всего Юрий Владимирович исполнял роли алкоголиков и лентяев, что расстраивало его мать, Лидию Ивановну. Однажды она спросила, почему ему всегда достаются такие роли, предлагая снимать настоящих пьяниц, на что он ответил, «Настоящим не до кино, они всегда заняты». Для участия в съемках фильма «Пес Барбос» и необычный кросс Никулин взял отпуск на полгода. Сценарий был адаптирован под него, а не под Андрея Миронова. Съемки проходили в Адлере, где Никулин играл примерного семьянина Семена Семеновича Горбункова. История про слух о его смерти в реквизиторской была связана с эпизодом, когда Горбунков летит со скалы. Благодаря своей выдающейся игре, Никулин стал одним из самых узнаваемых актеров Советского Союза. На съемках бриллиантовой руки к нему подбежал потрепанный мужчина и произнес фразу из фильма, вызывая легкую зависть со стороны других актеров. Но, несмотря на славу, к Никулину всегда относились с уважением, а его вклад в мировое кино остается невероятно значимым.